Дорогие братья и сестры, салам алейкум. Доброе утро. Мы снова в мечети с нашим дорогим Асхат Хазратом. И мы недавно узнали, что он собирается поехать в Умра, малое паломничество, и причем совершать будет его за другого человека, который недавно упокоился за отца нашего близкого друга и соратника. И отсюда вопрос, дорогой Хазар. Как мусульманин может совершать Умра за другого человека? Как Аллах Всевышний засчитывает его? Какой вообще статус такого паломничества? Компания Аль-Хамдулла Курбанова в Саудии. И, ваше Аллах, мы прилетаем в Джидду прямым рейсом. Вначале поедем в Медину, в Джидду. Там будем три дня. И потом уже с Микаты дуль-Халейфа из Медины поедем в Мекку. Он еще для того, чтобы совершить малое паломничество Умра. Есть такое понимание «хадж» или «за кого-то». И также Умра позволим делать за другого человека при двух словах. Первое, если этот человек должен сам за себя вначале первого часа совершить. То есть, если он в жизни не совершал хадж и умр, он не имеет права за кого-то другого совершить. Он должен вначале первого что? Условие сам должен быть. То есть, те, кто совершил хадж и умр. Например, в этом случае это вы. Вы должны совершить в своей жизни в первый раз для себя, а потом уже за другого. И у этого человека, за кого совершается, должно быть... То есть, когда дозволен за него совершать? Первое, если он болен и не может сам совершить. Но такая болезнь, скажем, его прорализовала. Да. То есть, он уже не в состоянии. То есть, не выздоровеет уже в будущем. Если человек, например, болеет какой-то болезнью, но он еще молодой в состоянии, то в этом случае за него нельзя совершать. Инчааллах, Аллах, Субхану Тааля, даст ему шифа, даст ему исцеление, и он сразу за себя свежий. Но если человек... Прошу прощения. Вот я недавно выкладывал видео о том, как сын на своих плечах несет отца. Несет отца. То есть, если отец немощный, мать немощная, то возможно, на инвалидных колясках кто-то даже на себе переносит своих родителей немощных для того, чтобы совершить поклонение. Но если человек уже лежит, он не в состоянии подняться, то за него совершают. Совершают. И за умершего человека также. Если человек умер, за него тоже совершается вот этот хач или амра. Субхану. А вот за умершего, то есть, много лет даже умерший, даже если вы его лично не знали, то есть, это может быть из предыдущих поколений, из предыдущих столетий, за них можно совершать? За них тоже, да, можно совершать. То есть, если человек, если он не смог совершить при жизни хач или амру, то есть, у него не было возможности совершить, он не совершил, то с него списывается, то есть, этот хач, с него списывается паломничество. И за него не обязательно совершать, но чтобы ему шла награда, как садака. А как эта награда ему идет? То есть, человек сейчас находится фактически в могиле, в барзахе, то есть, в промежуточном состоянии. Аллах Всевышний записывает ему награду, считывая ее с тех мусульман, которые совершили за него хач или амру. А скажите, пожалуйста, хадрат, это единственный вид поклонения, который можно совершить за другого человека? За другого человека можно давать садака. И также поститься, если у него остались посты, например, он постился в месте Рамадана и умер. И у него остались долги, как сказано в хадисе, когда подошел один из подвижников, пророк Мухаммад, сказал, что моя мама умерла, и у нее остались посты. И у него остались посты. Придержать ли меня за нее? И тогда пророк Мухаммад спросил его, если ее долг был бы перед человеком, ты бы закрыл его? Он сказал, да, когда пророк Мухаммад рассказал, фадейну Аллахи, ахапку ан-юкдах. Долг Аллаху, Субхану и Таиллу, нужно закрывать в первую очередь на это большее право. Большое. А намазы за другого человека? Намазы нет. Намазы нет. Намазы каждый сам за себя. Намазы, да, каждый сам за себя завершает. Большое. Есть разногласия среди ученых, курбан, например, резать барашку. Некоторые ученые говорят, что такого нету, это больше всего мнения ученых на этом, что курбан не режется, потому что часто бывает за мертвого режут. Но как садақа, потому что пророк Мухаммад сказал, когда человек умирает, его книга деяния закрывается, кроме трех видов людей. Один из них садақыль-джарик, то есть после себя ставил садақа, который люди пользуются. Если отумршу, отдаешь садақа, то же самое курбан режешь, отдаешь мясо, колодец, например, если умирать, аль-хамдага бодр заводить. Это все идет награда человеку в могиле. Дорогой хазрат, в умру, в хадж, к сожалению, не все могут ездить, хотя есть категория людей, которые достаточно часто ездят, это и операторы хадж-компании, сопровождающие этих групп и так далее. И вот это стремление к Каабе, когда вы сердцем к ней просто можете прильнуть, просто раствориться в этом состоянии, что вы находитесь у Дома Всевышнего Аллаха, и возвращаясь домой, вот это состояние смирения, состояние очищения, состояние покорности многие пытаются сохранить. Но ведь есть люди, которые являются хранителями Каабы, есть даже, вот мы знаем, случаи миллионеры, которые берут в руки швабру, метлу и становятся служителями Каабы. Субханаллах, они в свободное время ее омывают, очищают, от этого все места паломничества, получая награду от Всевышнего Аллаха. Но многие люди, которые или не могут так часто ездить, или вообще не могут, как мы можем стать хранителями и служителями Каабы? То есть, может быть, распространяя информацию, читая дуа за тех, кто совершает паломничество, стремясь всем сердцем к ней, как мы можем в обычной жизни, в серых буднях Москвы, там, я не знаю, в российских городах или других стран, как мы можем сердце свое привязать к Каабе и стать ее, на самом деле, служителями. Субханаллах. Шейх Руслан, вы знаете, когда Ибрагим, алейхисалам, строил Каабу, Исмаим, алейхисалам, и просил дуа, и эту дуа зафиксирован в Коране, в сурате Ибрагим, «Саджаал аф'идатам мин ан-наси тахвей лейхим». Сделай так, чтобы сердца людей стремились к этому местности, к этому местности Каабы. И верующий человек, как только увидит Каабу, это то из мест, уважаемые братья, Аллаху, субханаллаху, Аллах дал такую возможность много раз там побывать, там жить, постоянно туда наполомишься, людей возим, но это то место на этой земле, которое невозможно передать словами, это нужно там побыть и увидеть. И нету более такого другого места на этой земле, куда бы хотелось, твое сердце всегда бы тянулось, чтобы туда вернулось. Аллахамдулля, в этой жизни, Шейх Руслан, мы много что видели, весь мир почти объездили, но нету такой точки на земле, куда бы постоянно ты хотел бы вернуться, это как Мекка, как Мекка и Медина, где захоронен наш пророк Мухаммад, саллаху алейкум, чтобы это через всю жизнь принести вот это состояние, нужно периодически стараться вернуться туда, так как это подобно, когда мы заряжаем свой айфон, зарядили, зарядка заканчена, опять нужно подзарядить, но мы при всем этом должны понимать, что мы не поклоняемся Каабе, мы должны всегда думать об Аллахе, поклоняемся Аллаху, постоянно поминание Аллаха, это то, что поможет вот этого состояния, которое бывает в душе человека, потому что многие возвращаются после хаджа, возвращаются к грехам, которые они совершали, сделали после умра, возвращаются на те вещи, то есть какое-то время он держится, потом забывает то, что он был в таких местах, и забывает, и не может принести через, почему, потому что где-то он забывает об Аллахе, грешит, возвращается на те грехи, и Аллаху алиму, у кого Аллаху примет или нет, принял хач или нет, как говорят ученые, некоторые возвращаются, после Мекки, говорят, ты изменился, да, я изменился, а что, в чем изменился, чуть-чуть загорел, и горло заболело, после того, как там заварился, после кондиционера, и больше ни в чем не изменился, а некоторые люди, по правде, они изменились, те, кто были искренны, с Аллахом, субханаму алимпе, но мы должны знать, даже те люди, которые не побывали там, то, что, иншаллах, дай ласхан всем нам там побывать, но основное, мы не должны поклоняться Каабе, мы должны поклоняться Раббе Каабе, создателю Каабе, когда умер Пророк Мухаммад, саллаху алимпе, сахабы начали переживать, и красиво выступил Абу Бакар, что сказал, я юханнас, ман кана ябуду Мухаммаду, фану Мухаммаду, мудмаду, ман кана ябуду Аллаху, фану Аллаху, хайю ла ямуду, ой, люди, то, кто поклонялся Мухаммаду, знаете, Мухаммад умер, а то, кто поклоняется Аллаху, субханаму алимпе, знаете, что Аллах живой, и никогда он не умрет, и сколько людей, субханаллах, я лично видел людей, которые, когда учился, чем в Саули, которые живут рядом с Каабы, но ни разу не совершили хач, вот это самое удивление, очень опасно, субханаллах, как там люди все продают, там бывает с Африкой, приезжают за тысячи километров, чтобы посетить это место, совершить хач, человек там Аллах дал такую милость, ну, 40, уже 45, 50 лет, вот ни разу хач не совершал, кто-то даже умру не совершал, рядом стоят, продают что-то, не заходят на намаз туда, то есть, этому человеку, даже будучи там, сердце не раскрылось, поэтому, как говорят ученые, это есть запечатанное сердце, и как говорят ученые, земля никого не сделает святым, поэтому, где-то бывает там, в Африке, человек более набожный, чем человек, который живет в Мекке, поэтому, у нас не должно, вот эта вот местность, как-то там сделать, близким к Аллаху, а именно, что нас приближает к Аллаху, наше деяние, наше жила, наше поклонение. И, как бы, завершая нашу сегодняшнюю беседу, о том, как стать служителем Каабы, где бы вы ни жили, за тысячи километров, если вы учитель, если вы преподаете, приводите детям примеры, рассказывайте их родителям, о положении, дома Всевышнего Аллаха, о том, как она меняет сердца, если вы водитель маршрутки, вы просто можете повесить свои маршрутки, на какое-то напоминание, я не знаю, какой-то образ Каабы, если вы, я не знаю, просто мясник, там, я не знаю, торговец на рынке, в любом случае, сделайте так, чтобы люди видели эту Каабу, чтобы вы всегда, ваш взор в нее, как бы, к ней возвращался, чтобы это всегда освежалось ваше сердце, и чтобы каждом вашем деянии вы могли сказать, я обращаю людей, я напоминаю им о том, что вот это самое главное место паломничества, и как вы стремитесь каждый год выехать на море, отдохнуть, вот я был там, я не знаю, в Турции, я был там на таких-то Мальдивах, на таких-то, я не знаю, курортах других, сделайте так, чтобы каждый год вы стремились к Дому Всевышнего Аллаха, если Аллах вам открывает, ахамдулля, будет великая награда, если Аллах Всевышний не открывает, как во время пандемии, или у вас не хватает денег, иншалла, как говорят ученые, зачтется вам иншалла за намерение. И вот Джазак Аллах Арчи Хрустан хотел бы добавить, когда вы упомянули Турцию, Мальдивы и так далее, многие мусульман практикующие, ездят, отдыхают, сидят, ни в чем не отказывают, то есть у них есть достаток, но так и не совершают хач, почему потом попозже откладывают на позднее время, но знаете, братья и сестры, то, что в позднее время, когда человек остается, уже не тот хач, тяжело будет проходить хач, пока есть возможность силы, это раз, и второе, мы должны с вами понимать, хач это не какая-то поездка, путешествие, это руками на аркану ислам, это столпы столпов ислама, так же, как и намаз, так же, как и закат, так же, как и постмейсер Рабадан, как шахада, это что? хач является пятым столпом ислама, и человек, если жил, у него была возможность совершить хач, были финансовые возможности, была финансовая возможность, и было здоровье совершить хач, и он откладывал, и умер, не совершил, Аллаху Алям, это у нас стал столпы столпов ислама, и за это придется отвечать, суды, то есть мы должны понимать, это не просто поездка для души, а это столп из столпов ислама, который мы должны спешить, совершить так же, как мы спешим, поститься вместе в Рамадан, пятикратную молитву, выполнять, уплачивать закат, так же не забывайте, хач это столп, столпов ислама. И ежедневно просить Аллаха Всевышнего, чтобы он вам помог, облегчил, и открыл эту дорогу. Закроги. Поехали. До следующих встреч, дорогие братья и сестры, Романка.